включаем запись ну что я думаю что праздники прошли и правила дорожного движения забылись не очень сильно галин как у вас не прошли праздники а забылись ли за это время а на самом деле перерыв получился порядочный мы в три пятницу позанимались что-то вспомнится на буксировочка помнится там что-то как-то ой какая буксировочка это я заговорился перевозка груза он должен выходить не более 40 сантиметров по бокам не более метра в длину за габариты я прошу обратить внимание на слова не более это груз должен выходить не более кто может что добавить смотрите это как билета ловушечка слова проверяем кто-то может написать хоть что-то в чат галин не стоит подсматривать я сейчас все расскажу да так смелых в чате нету да галину продиктуйте пожалуйста список всех не смелых в чате вот-вот-вот без обозначения вот галин читайте подсказочку оказывается можно перевозить груз который больше чем 0 4 метра можно обозначать до до все можно возить а то смотрите вот так вот в словах получилось что вы сказали не 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 как только он выступает мы больше рассказано мы вести не может а дело в том чтобы потом суметь беречь свой автомобиль я предлагаю для начала после курса получить право а для того чтобы получить у нас настроить и никакого чипа нету который у нас идет за окном так что вот этот необычный звук который даже нас сильно напугал ну хотя время такое я думаю что стройка уже должна закончить до свою работу все галина взяла ставку что стройка будет работать у нас до 7 так галин это мы рассказали что-то белое оранжевое желтое или оранжевое пускай будет оранжевое красное огни а может можно без огни в темное время обязательно а у светлое время сзади либо светло от отражателей либо красная тряпка красная тряпка галин у нас в роли тарадора говорит красная тряпка и все знак подождите подождите еще разочек вот этот жест покажите там нету треугольных знаков если там квадратный значок там квадратный с косыми полосами красными в белок красную полоску мы обозначаем край груза сзади запомнилась за табличка квадратно все но основном все ну я понял праздники прошли здорово да праздники прошли хорошо и еще один контрольный вопрос билеты решались по этой теме по этой теме нет честно признаю все теперь все понятно почему не запомнилась смотрите я себе вам рассказал всем простой способ ребята читать это самое сложное чтобы разобраться послушать и придумать для себя я вроде бы разобрался это уже в два раза проще ну и самый простой способ это конечно же совместить послушать и потом сразу же порешать билеты ну вообще вообще это самый легкий способ изучения по к тому же самые веселые всего допустим не один или не одно решайте осадите рядом серьезного специалиста который перед этим как вас отправить на курсы рассказывал я уже 20 лет за рулем то я там такой волчара да вот применю вот это слово да а вы садите его рядом с собой и говорите слушай волчара да давай с тобой порешаем билеты тут оказывается что это не волчара это какой-то маленькая домашняя карманная собачка да когда дело касается права дорожного движения все это лишняя напоминалочка не забываем решать билеты я надеюсь что время уже мы не нравится слово потянули да мы очень полезно провели вот это время до начала лекции и она вас побудит к тому чтобы вы ну хотя бы после сегодняшнего занятия взяли и порешали так сегодня у нас по плану сейчас я вам скажу что у нас сегодня по плану это очень интересно сейчас секундочку не открывает сейчас я гляну план сегодняшнего занятия а мы сегодня должны разобрать буксировку вот чтобы не отвлекала даже буксировки учебную езду галина буксировка что такое буксировка либо веревочном либо на жестком буксире а если вот так вот машина на да да буксировка буксировка или буксировка хотя на самом деле это буксировка ли не буксировка мы и буксируем или давайте так галин я не буду спрашивать люди сразу присылали там опять упал кран ой я даже не смотрел за что ли на это кто-то написал а я только сейчас заметил наверное опять упал кран буксировка методом частичной погрузки да точно так давайте так у нас есть галин у нас есть такое понятие как перевозка груза мы изучили да у нас грузка не где-то оболочится по земле вот давайте так если автомобиль который мы перевозим хоть где-то оболочится по земле это буксировка понятно а как только не волочится вообще земли не касается это просто перевозка груза ну максимально упрощенная вам рассказал что такое буксировка что такое перевозка груза до или могу какой-то такой более хороший пример привести до поломанный автомобиль хотя бы одним колесиком катится по земле да это буксировка это буксировка ну по-моему первый пример был более интересный более яркий давайте так автомобиль который у нас будет тянуть нас нас почему нас мы приехали у нас машина не ломается никогда мы приехали помогать нашему другу которого что-то случилось с автомобилем мы не разбираемся вы разбирайтесь машине ехал ехал и машина встала что делать не понятно как бы ну а хотя бы какие есть варианты ехали машина остановилась попытаться еще раз завести вон у хотя бы вот это да не нужно ну не удивляйтесь там там два крана настройки как бы и прикрыть окно не получится потому что да будет очень жарко давайте воспринимать что это у нас второй уровень сложности дай по изучению правил дорожного движения все мы перешли на второй уровень буксировка одна машина впереди 1 сзади до машина буксирующая мы чтобы так долго это все не произносить мы ее будем называть номер один поэтому давайте для себя и запишем тема уносить до буксировка номер один тире это буксирующая а номер два буксируемый как это будет на украинском языке я не знаю давно не решал билеты по теме буксировка заходить сейчас не будем ну и буксировку конечно же есть люди которые вообще вообще никогда не принимали водители очень мало которые не принимали участие в буксировке было такое машина не заводится машина забуксовала где-то ее выдернуть смотрите как только вы прицепили трос к другому автомобилю и проехали хотя бы первый сантиметр вот один сантиметр чтобы покатилась машина которая сзади да то все это уже у нас четко попадает в разряд буксировка так что даже там выдернуть автомобиль из грязи да это буксировка вы знаете есть несколько требований буксировки для чего их прописали чтобы это все благополучно закончилось галина я здесь прочитал просто второй кран подвезли и он упал да не настройки было так требования буксировочки чтобы она была максимально безопасно да давайте вот это максимально безопасно вот это все такие умные слова не будем писать напишем или скажем очень просто кто записывал пожалуйста записывать и требования к буксировке галина схитрила галина пока я рассказывал уже самостоятельно раз записала галин ну во первых у одного и у другого автомобиля должны быть нормальные исправные места за что можно прицепить ну хотя бы трос места ну как-то вы сами понимаете когда речь идет о техническом устройстве автомобиля слово места не может присутствовать в народе там обзывает крюк и петля да может быть нужно было еще умнее показаться когда писали правила дорожного движения поэтому сразу начинаем записывать с правильными словами номер один и номер два пишем номер один и номер два кстати запоминайте вот способ когда вы не знаете какие-то слова да как правильно называется особенно когда дело касается техники то вы примените общее слово специальное устройство которое ну и в жизни тоже пригодится когда что про что-то рассказываете бывает такое раз и слова выйдет так номер один и номер два должны иметь исправные буксировочные устройства специальные буксировочные устройства еще напоминаю запоминаете специальные устройства до которые нужны для этого не знаете название там как называется в технике какая-то детали запчасти специальное устройство которое дает возможность запустить двигатель да когда вы проворачиваете ключик все все поймут что вы грамотный образованный человек просто забыли что стартер называется так следующее а мы от требования чтобы все у нас закончилось благополучно ну понятное дело если будут неисправные устройства ну скорее всего у нас я даже думаю что скорее всего даже и не получится то есть смотрите первое условие так чтобы получилась буксировка до первого условия следующее условие мы записываем номер один должен быть без прицепа галина пока пишет у нее конечно же уже созрела логичный ответ почему номер один должен быть без прицепа может отцепиться он мешает видимости той машина которую мы буксируем прицеп к примеру может пугать водителя который будет сзади ехать на веревке да особенно если он какого-то не очень приятного цвета для водителя сзади так какие еще будут версии может у кого-то есть свои версии пожалуй ну шуточные галина говорит не будет видно того водителя до который сзади а как же машины ездят с прицепами и видят всех тех кто движется сзади нужно сконтролировать буксируемую машину чтобы она не отцепилась чтобы она не отстала чтобы не занесло в сторону куда-то буксируем буксируем и в итоге заметил что она приотстала километра на три есть какие-то варианты так вариантов нету смотрите на самом деле причина очень просто как прицеп цепляется к автомобилю с помощью специального устройства устройство да да вот оказывается что вот это устройство куда цепляется прицеп рассчитано только на вес прицепа а если мы еще машину прицепим мы просто разорвем там она не рассчитана просто на те нагрузки которые могут возникнуть да но поэтому причина почему должен быть без прицепа ребят все просто иначе мы оторвем прицеп так у нас еще бывает как бы смотрите веревка трос и жесткие до жесткие бывает как труба в трамвай на особенно часто когда заходишь трамвай под одной из сторон между сиденьями лежит труба металлическая зачем она никто не понимает ну она как тут перекатывается и вызывает небольшие опасения да что может накатиться до бывают гибкие сцепки а бывают жесткие пример жесткой сцепки у нас все прицепы к автомобилю зацеплены через жесткую сцепку не видели чтобы прицеп к автомобилю цепляли на на веревку не ну все через жестко и смотрите причем вот такое устройство как у прицепа она дает возможность чтобы в прицепе никто не сидел и не подруливал то есть вот такой типа треугольной формы а на самом деле если еще более подробнее рассмотреть в виде буквочки а вот такое вот такая жесткая сцепка она дает возможность что прицепе и четко по следам автомобиля ну к этому чуть чуть позже теперь мы поговорим про вот есть у нас определенная длина веревки давайте веревка это гибкая сцепка веревки должна быть и если жесткая сцепка там тоже есть у нас размер этой сцепки да теперь поговорим о нет ну и давайте запишем вот таким образом гибкая сцепка от 4 до 6 метров и пока галина пишет конечно же я опять же голен так быстро написали почему а почему от 4 и до 6 почему так вот вот аж два метра разбег ладно есть у вас приехали вы знакомого помогать у вас веревка прицепили начали тянуть веревка порвалась связали она стала короче вот смотрите как правилах дорожного движения позаботились о том что у вас может порваться веревка поэтому далее такой промежуток смотри целых два метра вам дается на то чтобы порвалась еще раз связали порвался да не кажется что в следующий раз вы точно поедете и купите другой трос так у нас смотрите что право дорожного движения нужно же так чтобы другие водители которые вдруг видят впереди них едет автомобиль не очень быстро и чтобы они не получилось так что случайно обогнали того кого вы тянете да ну да и залезли туда там где веревка между вами поэтому нужно сделать трос заметным ну тут все логично все для галина логично и есть два варианта чтобы трос был заметен первое это когда трос новый он из яркого хорошо заметного матери давайте слово материала применим материала да то есть если он из яркого их материала к нему никаких требований нет а если это какая-то там за трапезная веревка тогда правило дорожного движения говорят вы на этой веревочки через каждый метрик повесьте сигнальные флажки ну если она там в земле вся человек который обгоняет ничего не видно он посчитает так просто сейчас в тиснусь и все все вот такие требования то есть сделать веревочку ну пускай будет веревочку веревочка это заметная яркая хорошо заметно гибкая сцепка пришлось посмотреть веревка хотел сказать гибкая сцепка значит у нас никаких требований нет или у нас обозначается через каждый метр на сигнальными флажками красного цвета да так что у нас получилось по тексту что-то очень много текста и калина уже что-то там начала втихаря писать думает что если больше напишет лучше будет знать ладно давайте так гибкая сцепка 4-6 метра при необходимости на ней флажки через один метр звук был очень интересный но это все со строги мы говорили мы перешли на второй уровень до по сложности тут причина понятна галин да конечно ну для чего у меня раз было такой тянул человек она принципе и машина пыталась ехать туда между нами ехал очень-очень милино там пять километров в час так про гибкую сцепку мы сказали теперь мы поговорим про жесткую сцепку жесткая сцепка у нас тоже есть цифры напишем так до четырех метров то есть ее минимальное расстояние не сказано до четырех метров но представьте что это просто прицеп да как будто бы прицеп прицеплен почему до четырех метров ну потому что на ней я думаю 64 метра для жесткой сцепки это уже много да я тоже так думаю потому что жесткая это будет она сломаться может просто машину задняя машина может мотылять из стороны в сторону запоминайте слова мотылять мотылять это оторвёт устройство для сцепки галин я скажу честно что для меня раньше словом мотылять обозначало на зимнюю рыбалку покупать хорм на базаре это мотылять то есть поехать на базар за мотылем да мы помотыляли для поднятия настроения на самом деле чуть-чуть другая беда опять же связанная с тем чтобы никто туда не пытался вскочить а четыре метра это уже такое расстояние куда кроме как мерседесик двухместный да ничего не влезет ну и еще борьба с пешеходами чем больше расстояние между машинами тем больше больше вероятность что пешеход попытается туда бежать я не раз видел когда во время буксировки останавливаться автомобили на красный сигнал светофора пешеход несмотря под ноги думает далеко еще добегать до пешеходного перехода еще одну машину да я перебегу здесь а то сигнал светофора уже меняется и он в шоке за что он там может зацепиться вот еще и для них так про жесткую сцепку поговорили максимум четыре метра так бывает у нас буксировка применяется когда что-то там во второй машине есть определенные поломки которые требуют определенных условий буксировки ну и давайте попробуем разобраться с такими рода поломками давайте запишем так если номер два без тормозов если номер два без тормозов вы себе представляете картину если мы будем тянуть на веревке машина впереди затормозила задняя что как не тормозить вот не у нас есть способ вот для этого мы применяем жесткую сцепку поэтому ставим тире и пишем применяем жесткую сцепку так второй вариантик неисправно рулевое управление или тормоза понятно что тут поменялось давайте так как бы я понимаю что сложно себе представить неисправность рулевого управления я как вы себе представляете а галина не сломался сломался давайте так представлять просто передние колеса которые поворачиваются от руля у нас смотрят начали смотреть в разные стороны ну так что-то там где-то лопнуло отломалась все правое колесо смотрит вправо до упора левое влево я думаю что для девочек так вообще представьте себе вот такую неисправность рулевого управления и все понятно куда тянуть на веревке никуда все ставим тире что в этих случаях и при неисправных тормозах а тем более при неисправном рулевом управлении у нас применяется буксировка методом частичной погрузки то есть передняя часть автомобиля приподнимается способов есть несколько как может можно там типа крана типа крюков каких-то или специально подставочка на каких-то колесиках да куда передняя часть автомобиля ставится вариантов множество и не один мы по большому за счету не видим на дорогах да вообще ладно давайте там методом частичной погрузки у нас что-то есть наподобие когда применяется метод но буксировки не происходит трамвай сошел с рельс приезжает машина с небольшим краном может видели и ставит трамвай обратно на рельсы вот вот это там вот этот кран мог бы примениться какие для буксировки зацепите потихонечку вести ну и когда мы говорили по поводу жестких сцепок да мы обговорили такой нюансик что у нас при цепи никто не сидит и не рулит чтобы прицеп четко ехал по следам автомобиля на самом деле вот это вот сцепное устройство в виде буквочки а она идеально помогает чтобы у нас прицеп ехал четко по следам автомобиля мы бывает и на гибкой сцепки третий кран мы бывает и на гибкой сцепки да применяем вот это вот буксировочка в виде а санки тягали как ну конечно почему санки не уезжают в сторону когда мы тянем их если бы мы просто одну веревочку где-то привязали не 2 1 и тянули бы до санки бы могли бы себе спокойненько поехать куда-то в сторону да а вот применение вот такого такой такого хитрого способа да я уже как вот когда не знаю название запчасти применяю слова такого хитрого способа вот тогда у нас и получается что санки едут четко у нас по следам вот это я не на просто знак показал да это он такой форму и теперь нужно вот это ну не про санки я про все это записать давайте так номер два может быть без водителя номер два может быть без водителя если сэпка обеспечивают движение под траектории номера один ну с санками понятный пример да вот смотрите вот хитрость как а вы смотрите есть такое очень интересно в правилах дорожного движения прописали у нас о чем перед буксировкой в правилах не в жизни да правило дорожного движения что-то прописали про то о чем должны договориться водители перед тем как начать буксировку как подавать сигнал у кого есть какие варианты ну друг другу как-то подавать сигнал да галин приходилось видеть да действительно галина правильно ответила это как под как водитель сзади да скажет водителю впереди что все останавливайся или все получилось или все пропало да приходилось когда нибудь видеть пример привести такого сигнала я думал помахать пальцами водитель на автомобиле номер два возле руля вот так должен сделать пальцами переключить ближний дальний свет фар ну давайте так мигнуть фарами могут они договориться что водители пример машины заводят друг друга с буксира да что-то с аккумулятором случилось из буксира решили завести водитель второго автомобиля говорит как только заведется я тебе по сигналю запоминайте второе слово сегодня бибикнуть звуковой сигнал подать да и по сигналю да ну еще какие варианты а если допустим тянут автомобиль поломанный на котором нет аккумулятора до пойдет вариант махнуть рукой в окно то есть вот об этом они договорятся и водитель который едет впереди все время поглядывает в зеркало заднего вида но если допустим заводят друг друга с буксира да не подает ли водитель сзади уже сигнал остановки ну и понятное дело смотрите это мы прописали условия перевозки а теперь вас нужно напугать и все как есть в любом разделе буксировка запрещена поэтому пишем буксировка запрещена и сейчас пока вы пишете начну чуть-чуть издалека про первого условия и рассмотрим ситуацию как будто бы на номере 2 нет тормозов не сложно представить номер 2 без тормозов и оказывается что если сзади мы тянем машина которая весит сколько допустим тонну допустим тонну да а тянем ее машина которая весит 30 килограмм например как вы думаете когда мы будем останавливаться да просто получается что из-за того что сзади машина тяжелее а в нашем примере специально так привел намного тяжелее у первого номера вообще не получится ничего остановиться да ну может быть сдвинуть и получится вдруг это с горы там зацепили разогнаться получилось а когда дело дошло останавливаться да не получится поэтому инженеры высчитали какая должна быть разница если номер два без тормозов первый автомобиль должен как минимум быть в два раза тяжелее вот тогда вот тогда получится остановиться давайте буксировка запрещена и пишем первый случай когда нельзя будет буксировать номер два без тормозов и нет разницы в весе минимум в два раза вот так понятно будет пошел у нас была предыстория мы запис записываем уже все как бы нотаткой да то есть обязательно видео надо смотреть тогда становится ясно просто открыть конспект и прочитать его будет не недостаточно все понятно ой если кто-то не понимает этой фразы да можно вообще привести пример номер один тире 10 тонн номер два тире 5 тонн ну если вдруг кому-то не непонятно к это как дальше что у нас еще запретили представьте представьте такую ситуацию зима и зимой машина тоже ломается тянем мы кого-то на гибкой сцепке а перед перекрестками как правило всегда образуется лед почему зимой перед перекрестками образуется лед и и и и и и а и а и и и и и а пешеходы его берут и затаптывают. Все хорошо. Гибкая сцепка. И получилось так, что машины начинают тормозить. И номер один начал торможение на асфальте, а номер два еще на льду. Его занесет просто. Да не занесет, он просто даже не успеет остановиться. И хоть и номер один, казалось бы, будет не очень резко тормозить, но из-за того, что номер два может попасть на лед, в этот момент произойдет ДТП. Поэтому может возникнуть проблема. Может возникнуть проблема. И в правилах дорожного движения решили так. Только есть такая проблемная ситуация, ее проще запретить, чем объяснять, когда можно, когда нельзя. Но вот это слишком крупные таблицы будут получаться в этих случаях. можно, в этих нельзя. Поэтому запретили. Давайте так и запишем, что у нас, а у нас пошел раздел запрещено. и пишем гибкая сцепка в гололед. Зимой можно? Можно, а в гололед нельзя. А для чего вот так вот распространять? Бывает зима и без снега. Чего сразу на всю зиму запрещать? Ну логично. Да. Тем более для Украины. Да. Это не то, что в Сибири. Запрещена гибкая сцепка в гололед. Там вообще всегда гололед. Может два месяца в году нет его. Дальше вот это вся наша соединенная конструкция. И я у нас ограничена по длине. Поэтому пишем. Общая длина сцепки. Кому непонятно. Это номер один плюс номер два. Общая длина сцепки. Ага, у нас идет как запрещено, да? Да. Превышает 22 метра. Смотрите. Так же у нас в разряд буксировки, Галина, ну нельзя буксировать. Если мы тянем там мотоциклом, мопедом. Или наоборот, тянем мотоцикл или мопед. Короче, все двухколесные транспортные средства. Ну я думаю, что ни мотоцикл, ни мопед буксировать нельзя. Причина, я надеюсь, понятна. Если вдруг там случайно упадет мотоциклист. Да, из-за того, что они неустойчивые. Поэтому давайте запишем так. Запрещена буксировка двухколесных ТС. Мы так схитрили, мы объединили мотоциклы двухколесные, мопеды и велосипеды. А если мотоцикл будет трехколесный? Я думаю, можно. Он устойчивый. Ну, пример двухколесного мотоцикла. Это Галине несложно будет представить. Это мотоцикл с боковым прицепом. Видели такое? Ну, представляю. Не уверена, что видела. Фильм «Спортлото-82». Там они там с гор спускались с мотоциклистом. Была боковая коляска. А, ну с коляской, да. Вот, с коляской. Для меня прицеп это как короб квадратный. Ну, в народе, если перевозят людей в этом прицепе, то говорят, мотоцикл с коляской. Все. Ну, а в правилах коляска. Написали боковой прицеп. Так, и еще. Что у нас есть в правилах? Запрещена буксировка прицепов автобусами. Запрещена буксировка прицепов автобусами. Эта фраза присутствует в правилах дорожного движения. Но импортные автобусы у нас все равно бывает, что ездят на дороге с прицепами. И поэтому приходится давать такую пояснялочку, что если автобус изначально не был предназначен для буксировки прицепов, то есть, если завод-изготовитель предусмотрел буксировочное устройство на данном автобусе, то тогда так. А в чем хитрость? Почему грузовики без проблем у нас могут тягать прицепы? Да, грузовик с прицепом, да, что-то тут удивительно. А автобуса нет. Чуть-чуть была сделана по-разному конструкция корпуса. Автобус у нас был сделан из тоненьких прутиков, корпус автобуса, который сшит между собой листами. Мы, строители сейчас, очень широко применяют эту технологию. Это стены, когда делают перегородки из гипсокартона. Когда металлические только прутики посолили, вы подходите, они очень шаткие, да? Но стоит прикрутить гипсокартон, то вся эта конструкция вроде бы становится прочной. Вот автобусы, по крайней мере в Советском Союзе, вот делались по принципу, как стены из гипсокартона. Поэтому там прицепить куда-то крюк к этой стене, да? Скорее всего, что крюк просто вырвет кусок автобуса. Поэтому, чтобы водители случайно где-то не погорячились, вот это в правилах дорожного движения прописали, что запрещена буксировка автобуса. А у грузовиков другой принцип. У них идет снизу металлическая рама. И все вот эти устройства, за которые нужно цеплять, то есть получается мы цепляем к раме, а не к самому корпусу. В нашем примере было к корпусу автобуса. Я вам нюансик рассказал. В билетах этого нет. Как бы, что бывают нюансики по автобусам, да? Ну и нам-то, в принципе, зачем это знать? Ну, чтобы вы не удивлялись, что правильный ответ в билетах будет все, автобус, буксировка запрещена, если он специально не подготовлен. Давайте, наверное, добавим. Если это не предусмотрено, заводом изготовителем. Вот. Вот это будет, по-моему, самый оптимальный вариант. Если это не предусмотрено, заводом изготовителем. Галин, как вы считаете? Вот так вот. Да. Все расставилось на места? Отлично. Так, ну и теперь смотрите. Пока я вам рассказывал, я вспомнил, что упустил один нюансик. У нас мы не можем цеплять за прицеп, потому что прицеп оторвется, да? Если сзади будет еще автомобиль. То есть, это место, где прицеп присоединяется к автомобилю, рассчитано только на прицеп. Да. А можем мы тянуть автомобиль поломанный, за которым зацеплен прицеп? Там ничего не оторвется? Нет. Там ничего не оторвется, так что, если вдруг даже поломался автомобиль с прицепом, не надо ничего там мудрствовать, лукаво, да? Какие слова интересные. И мы можем тянуть вот такой поломанный автомобиль, хоть за ним и есть прицеп. Но у нас есть маленький нюансик по прицепу сзади. Галина, по тексту смотрите. Где у нас там? Он должен быть вверх. У нас вся конструкция должна быть не больше. У нас все в сумме должно не превысить 22 метра. Вот. Не превышая 22 метра, то, пожалуйста, пускай за поломанным автомобилем и остается зацепленный прицеп. Это раз. И второй нюансик. Если нет тормозов на номере два, да? Вот тут начинает всплывать второй нюансик. Ну, а так, если есть тормоза, все в порядке. Так, ну и у нас разговор пошел за прицеп, что у нас прежде чем зацепить прицеп за автомобиль, нужно четко понимать, что этот прицеп предназначен для буксировки этим автомобилем. Ну, этим транспортным средством. Я схитрю. Да, да. Сейчас мы посмотрим на реакцию Галины, когда я приведу пример. У нас был разговор за мотоцикл с коляской. Можем мы на Жигули сбоку прикрутить такой прицеп? нет, конечно. Все, хорошо, потому что, смотрите, тут у нас не предназначен прицеп к транспортному средству, да? Да. Все, у нас в примере коляска, это для мотоцикла, для легкового автомобиля тоже есть свой набор прицепов, для грузовых автомобилей есть свой набор прицепов. Ну, могу так в загале сказать общую фразу, что прицеп должен соответствовать тягачу. Тягач это то, что будет тянуть прицеп. Вот, и, ну, давайте, наверное, добавим, чтобы в памяти как бы остался вот этот пример, да? Жигули, коляска. Вот, мы такой нюансик разобрали. Вы знаете, так получилось, что тема уже и закончилась, и мы потихонечку будем переходить к теме учебная езда. Сейчас вы уже что-то узнаете и про учебную езду. Ну, интересно, конечно, людям знать, а что там с нашей учебной ездой, да? Ну, и как бы вот тут мы вас начинаем посвящать маленькие нюансики, что будет происходить, когда вы будете приходить уже на учебную езду. Но сегодня мы, конечно же, обсудим, что об этом говорят у нас правила дорожного движения. Я понимаю, что когда начнется учебная езда, будет очень много уже своих интересных моментов, но этими моментами вы уже будете, надо делиться не со мной, а с вашими инструкторами и дома будете делиться. Конечно же, всегда интересно послушать, как вы рассказываете про свою, про свои первые выезды. Ну, ладно. Тема. Тема учебная езда. Записываем тему учебная езда. Причем небольшое время, я надеюсь. Интересно, сколько человек вообще? Не, ну, человека 400% записывает. Евгения записывает? Обязательно. Записывает. Она очень четко ведет конспекты. Да? У меня училась. Все хорошо. Ну, и прежде, чем человека допустить за руль, вообще все, все, с чего начинается. Я думаю, вы вспомните, как ваш первый приход в автошколу, когда вы решили, да, и пришли сюда сдавать документы, да? Вот так попроще скажу, сдавать документы и в правилах дорожного движения упоминается один документ, очень важный. То есть, прежде, чем сесть за руль, у вас должен быть документ от врача, что вы адекватно людина. вы должны противодительской медкомиссии, врачи должны дать заключение, что вы по состоянию здоровья допускаетесь к управлению транспортными средствами, а вот какими допускаетесь, это врачи указывают в этой медсправке. медкомиссии. Хочу вам напомнить, как вы проходили медкомиссию, что вам по концовке, когда вы ее прошли, выдается справка, в которой есть фотография, в которой стоит штамп, как вам медицинское учреждение выдало вам этот документ, спрос будет с них, а внутри, если открыть эту медицинскую справку, там сказано, что по вашему состоянию здоровья вы допускаетесь к управлению транспортными средствами таких категорий, ну, к примеру, мотоциклов и ликовых автомобилей. Или, допустим, у вас здоровье такое более крепкое, и вы по состоянию здоровья можете управлять грузовиками, или, может быть, автобусами. Я не буду сейчас просить вас писать в чате, кого допустили к управлению каким транспортным средством, да, по состоянию здоровья. Вопрос, а по горным дорогам буксировка есть в билетах? Угу. По горным дорогам точно. Давайте я сейчас... Это не вопрос, это утверждение. Что в билетах есть буксировка по горным дорогам? Так, в билетах есть сейчас секундочку, я не билеты открываю. Вы знаете, да, в билетах есть буксировка, но эти билеты попадают у нас, когда мы будем изучать тему движения по горным дорогам на крутых спусках, есть специальный раздел. Так, что, вот это, кто спрашивает, да, там есть буксировка по горным дорогам, но пока что это... Забегаем чуть-чуть вперед. Да, смотрите, на горных дорогах запрещена любая буксировка в гололед. Гололед вообще ни о какой буксировке, ни методом частичной погрузки, ничего. В гололед только можно полностью загрузить автомобиль. И... А если нет гололеда, то ни о какой гибкой сцепке вообще в горах идти не может. Да, применяется только жесткая сцепка, когда хорошая погода, а когда гололед вообще ни о какой буксировке речи быть не может. Ладно. Все, кто учится у нас сейчас на курсах, все по состоянию здоровья допущены до управления медиками, до управления лиховыми автомобилями. Поэтому давайте как бы про учебную езду, что мы должны знать. Первое, с чего она начинается, да? Запишем упрощенно. Наличие медсправки. То есть вот уже была такая долгая история, о какой медсправке идет речь. Дальше со скольки лет можно начинать обучаться. Вот тут у нас идет различие. У нас на мотоцикле, мопеде можно обучаться с 14 лет, а на автомобиле легковой или грузовой с 16 лет. Давайте так запишем. Обучение. Автомобиль с 16 лет, а мопед мотоцикл с 14 лет. понятное дело, что права выдадут только на легковой автомобиль с 18, на мотоцикл только с 16, но у вас есть как бы два года, если вдруг очень хочется учиться, кому-то, в 14 лет, очень хотелось учиться. Вообще не хотела. Ну, давайте про автомобили. Почему 16 лет? у нас есть училище и техникумы, а там есть, допустим, предмет, устроиться в автомобиле и обучают вождению, и все-таки два года нужно потихонечку учеников обучать. Поэтому вот это из-за техникумов и училищ дали, что за два года раньше можем начинать обучение. Все это под учебную программу подстроили, но это прописали в правилах дорожного движения. Следующее, что у нас, какое требование, так, смотрите, первое, это медсправка, второе, это определенный возраст. Но если раньше требовалось видоса про народжение, да, то открываем маленький секрет, сейчас уже паспорт выдают. В 14 лет. В 14 лет. Поэтому все в порядке. Как определить возраст? Следующее, какое условие, да, в правилах дорожного движения не пишут ученик, это кого учат, да, обучаемый. Ну, так обучаемый, обучающий, можно запутаться, да, поэтому буду все-таки применять слова ученик, да, обучаемый, буду говорить еще по старинке инструктор, обучающий инструктор. Следующий пунктик, требования, требования или условия учебной езды. Ученик должен знать и соблюдать ПДД. ПДД это правило дорожного движения. Вот этот маленький пунктик, который как раз да, у меня с любопытом что так бакает. Вот такой маленький пунктик, который я не знаю, Галина, что там. Вот такой маленький пунктик, он как раз и говорит нам о том, что пока у нас не закончится теория, мы не можем пойти на практику. К сожалению, вы не можете пойти на практику, потому что не будет выполнено это требование. Хочется. Что хочется? На практику. Ох, как время летит, Галина, так точно может сказать. Как быстро летит время. И практика, да, уже совсем не успеете вот так щелкнуть, да, и уже настанет. Следующее, что касается учебной езды. Ну, понятное дело, что ученик, особенно на первых занятиях, ну, очень слабо умеет управлять автомобилем, и поэтому непонятно, что может произойти, да. Поэтому в правилах дорожного движения так и прописали. Начальное обучение на закрытых площадках. Там есть еще добавочка, что или на дорогах, где нет других участников дорожного движения, да. Давайте запишем так, или на дорогах, где нет других. Вот так вот сократим, или на дорогах, где нет других. Когда ученик находится на таких площадочках, где нет других, не всегда инструктор может даже и находиться внутри автомобиля. Если ученик там что-то получается, или какой-то элемент нужно отработать, конечно же инструктор может выходить. Галина, не страшно, если инструктор выйдет из автомобиля, а вы в автомобиле сама. Второе занятие всего лишь. Ну, я думаю, на первом он все покажет, что там появится. Давайте тогда придумаем какую-то оправдалку, да, что это психологический трюк, чтобы вы понимали, а вам все равно в жизни придется ездить, без вашего потом любимого инструктора. вот давайте эти моменты воспринимать, вот что вас здесь, это приучает к самостоятельной жизни, если вдруг у кого-то случится. Ну, бывает, не все так хорошо получается, инструктора сильно переживает и могут за все время так и не покинуть автомобиль. ну, а если покидают, все, вы понимаете, о, вы на серьезном уровне, все хорошо, все проходит хорошо. Теперь, следующее, о чем говорится в правилах дорожного движения, когда вы выезжаете уже на дороге, где ездят другие машины, ходят пешеходы, а вы еще ученик, вы еще не являетесь водителем, поэтому давайте выезд, вот так и пишем, да, выезд на дороге или на дорогу, где есть другие, другие, придется дописать, наверное, участники дорожного движения, да, выезд на дорогу, где есть другие участники дорожного движения, только с инструктором. Вот смотрите, тут я схитрил, я для легкого понимания применил слово инструктор, хотя, когда мы изучали первую тему, я вам говорил, сейчас слово инструктор поменяли на другое слово, специалист, да, его назвали специалистов, там дальше конечно еще идет добавки, специалист какой хороший, и почему он действительно специалист, я думаю, это вы догадаетесь, да, но вот ключевое слово специалист, вот это правильный ответ, для чего вы поменяли, почему не называйте инструктор, казалось бы, Калин, но было раньше инструктор, сейчас специалист, зачем? инструктор, может быть, он не профессиональный инструктор, он просто с большим стажем в рождении, на самом деле, давайте так, это одна маленькая моя версия, бывает, что людям, которые уже 20 лет за рулем, иногда попадают в какие-то нюансики, что приходится пересдавать правила дорожного движения, и когда он 20 лет назад учился, у него в билетах был инструктор, а как поймать человека, что он изучил уже новые правила дорожного движения, вот такой способ, поменяли словечко, да, человек не читал, думает, я и так все знаю, пришел, инструктор, инструктор, раз, ему ответ неправильный, идите изучайте новые правила дорожного движения, почему, я не буду рассказывать всех подробностей, почему делать ничего, на самом деле тут очень глубокий смысл, понятно, но движемся дальше, теперь мы поговорим про учебный автомобиль, и, наверное, запишем так, требования к учебному автомобилю, чтобы безопасно могло происходить обучение, есть определенные требования, критерии, да, к учебному автомобилю, и первое требование, это дополнительные педали, дополнительные педали, давайте я схитрю, мы напишем так, дополнительные педали, тормоза и другие, а сейчас буду объяснять, почему, я вот так как-то непонятно сказал, тормозы и другие, есть ли автомобиль с коробкой передач механика, другие педали, это какие могут быть, обязательно еще должна быть педаль сцепления, почему, но машина заводится со стартера, при чем тут сцепление педаль, представьте, выезд ученика на дорогу, ученик очень нервничает и никак у него не получается тронуться с места, он очень нервно пользуется педалью сцепления, как ему прийти тут на помощь, но не будет инструктор заныривать вот туда к нему под ноги и головой и под ноги головой, да, под ноги с головой, да, под руль и там ему пытаться придержать педаль сцепления, чтобы он ее не бросил. В этом случае инструктор воспользуется дополнительной педалью, да, поэтому если у нас есть механика, да, обязательно должна быть и тормоз, и сцепление. По поводу газа, по поводу газа, правила дорожного движения сказали таким образом, ну, смотрите сами, хотите, ставьте, хотите, не ставьте, как бы, если механика, обязательно сцепление и тормоз, а если коробка автомат, нужно ли ставить педаль сцепления? а зачем? Правда, логично, а зачем? Поэтому там, где коробка автомат, там у нас только требования, что должна быть педаль тормоза. газ может быть на усмотрение как бы автошколы, то есть чей автомобиль. Нужна ли в принципе педаль газа? Ну, я считаю, что неплохо. Есть случаи, когда помогает. Например, где-то ученик пока тронулся с места, тут сбоку уже прилетает какой-то автомобиль, а уже тронулись и почти проехали перекресток. Понятное дело, что когда у инструктора есть педаль газа, он просто добавит газ и уедет уже с меньшим риском попасть в ДТП. Поэтому я надеюсь запомнили, дополнительные педали у нас тормоз 100%. Если механика 100% исцепления. А по поводу педали газа на давайте так на усмотрение. Вот так сказать. Ну и понятное дело, что когда писали правила дорожного движения, в нашей стране практически не было автомобилей с коробкой автомата. Автомат не было. Поэтому в правилах дорожного движения до сих пор так и остались, что дополнительные педали тормоза и сцепления. Вот так вот может быть даже и в билетах. Поэтому про педали записали, да? Мы сейчас говорим о требованиях к учебному автомобилю. Следующее требование это дополнительное зеркало, говорю по старинке, для инструктора. Зеркало, я надеюсь, все понимают, что речь идет у нас о зеркале заднего вида. то есть у нас ученик пользуется тремя зеркалами, а инструктор инструктор тоже может откроем маленький секрет, пользуется тремя, конечно, ему приходится чуть-чуть отклоняться, чтобы заглянуть в правое зеркало, чуть-чуть может сместиться, чтобы заглянуть в левое зеркало, а вот чтобы заглянуть во внутреннее, он не может настолько сместиться, поэтому ему в основном нужно для себя установить дополнительно внутреннее зеркало. Все. Но правило дорожного движения сказано, что дополнительное зеркало для инструктора. И еще у нас одно требование к учебному автомобилю, все водители вокруг должны, которые едут на обычных автомобилях, должны знать, что вот в этом автомобиле производится обучение. То есть он скорее всего себя будет вести на дороге. Далеко не так, как себя ведут все остальные автомобили. И чтобы окружающим сказать вот там у нас происходит учебная езда и за рулем находится человеку, у которого нет прав, у нас буква У цепляется. Два различных варианта. Первое это наклеить спереди и сзади на стеклах буквочку У. Но из-за того, что ее клеят кто попало и как попало и где попало, водители на наклейке не обращают никакого внимания, а обращают внимание только на буквочки У, которые устанавливаются сверху на крыше. Правилами дорожного движения разрешено и такой и такой вариант. Иногда люди, которые заканчивают автошколу, спрашивают меня, скажите, а могу я наклеить буквочку У на свой автомобиль, когда только буду первые разы выезжать на дорогу. Правила дорожного движения это не запрещают. Но я бы на месте полицейского, да, на месте полицейского остановил бы такой автомобиль и поинтересовался у него документами на учебную езду. Ну он же снаружи обозначен как? Автомобиль специально оборудованный для обучения, да, на котором есть зеркала, педали, соответственно документы, которые разрешают этой деятельностью заниматься. Вот я бы на месте полицейских все-таки останавливал такие автомобили с буквочкой У. А надо как-то обозначить начинающих и знакомых. А вот в правилах дорожного движения четко не сказано, но есть обозначение. это наклеечка 70. Ограничение скорости. Вот это будет четко-четко по правилам дорожного движения. Но тем не менее если вы и наклейте сзади буквочку У, не переживайте, штрафа за это нет. Клейте хоть 20 штрафа и правилах дорожного движения решили перестраховаться все-таки как говорят семь раз отмерь один раз отрежь вот такие правила дорожного движения решили все-таки прописать места где посчитали так давайте чтобы там учеников не было там точно не будут лишними ну не написали в правилах что там ученики будут лишними это у нас прописали в разделе в этом учебная езда запрещена поэтому записываем у себя где у нас запретили учебную езду ну казалось бы как бы ученики должны везде все попробовать чтобы научиться хорошо ездить но оказывается нашлись такие места где сказали ребята если вы в других местах будете уметь ездить то в этих местах вы 100% сможете ездить без проблем ну и первое место где запретили это жилая зона я надеюсь тут понятно почему да тут у нас появились дети которые у нас по важности вы научитесь ездить или жизнь ребенка у нас все-таки положили на весы и жизнь ребенка она намного важнее намного перевешивает то что вы бы там учились еще и ездить в учебной зоне в каком-то там дворе нет посчитали так если вы научитесь на площадках на обычных дорогах ездить то потом когда получите права без проблем вы сможете проехать и у себя во дворе но двор это не то место откуда начинать нужно свое обучение и еще у нас запретили появляться учебным машинам там где все не все где некоторым разрешено двигаться с максимальными с максимально возможными скоростями для украины это у нас два типа дорог это где запретили да это давайте записывать где у нас учебная еда запрещена автомагистраль и еще один вариантик это дорога для автомобилей напомню что дорога для автомобилей это дорога за городом с отдельными проезжими частями или чтобы сказать попроще где мы и встречка разделены между собой каким-то таким ограждением или каким-то газоном или еще чем-то такое что даже если встречка и выскочит с проезжей части то до нас ей будет очень тяжело добраться не есть способ есть случаи в интернете видно когда все-таки умудряются пробиться и до встречки ну по крайней мере там нас пытаются оградить от встречки так вот эта темка у нас тоже сегодня закончилась следующая тема смотрите я буду спрашивать да наверное это движение если я не ошибаюсь да движение колонн если вдруг будет вопросик у нас если я задам вопрос а какая следующая тема вот движение транспортных средств колоннах так ну и по сегодняшним двум темкам которые мы прошли может быть у кого-то есть вопросы Галина может есть вопросик какой-то да нет сегодня все максимально понятно а были темы когда максимально все непонятно были какие с регулировкой у меня было что регулировали с регулировкой с регулировщиком я думаю когда на билеты отвечала там были нюансы когда вроде бы один и тот же жест в одном случае разрешает проезд прямо в другом случае вообще проезд запрещает там нюансы были там еще что-то именно по регулировщикам а нюансики сводились к знакам еще которые там на перекрестке нет именно по жестам то есть я понимаю что когда идет стоит регулировщик то есть на знаке мы не обращаем внимания потому что не 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 регулировщика смотрите вот тут Галина делает самую большую ошибку мы не обращаем внимания на знаки приоритета а на остальные знаки мы смотрим если это с односторонним движением то мы не поедем мы не поедем навстречу движению понятно поэтому очень важная добавка мы не обращаем внимания на знаки приоритета а если в билетах будет фраза что регулировщик нас направляет допустим произошло ДТП и дальше по нашей половине дороги не получится ехать и стоит там к примеру полицейский направляет чтобы мы ехали по встречке поэтому внимательно смотрите одно дело регулирует просто на перекрестке а другое дело направляет вот когда направляет тогда забудьте про все знаки а регулирует забудьте только про знаки приоритета вот такой маленький казалось бы слово регулировщик стоит регулирует да что там мы не можем поехать вот вот такой нюансик в билетах или допустим направляет когда мы можем ехать навстречу одностороннему движению к примеру на проспекте науки на одной половине проспекта укладывают асфальт ну понятное дело что знаки будут стоять дополнительно все но может и стоять первое время только регулировщик не только регулировщик у нас сейчас вот на московском проспекте вот от харьковских дивизий там одностороннее движение раздельные отдельные проезжей части его сейчас вот одну ремонтируют и на вторую поставили посередине такие пластиковые ограждения ага Алина забывает заборчики штучки да штучки приспособления о да приспособления вот и вот саму дорогу разделили получается что по дороге где было всю жизнь одностороннее движение теперь двухстороннее организован ну у нас там знаки стоят нам поставили знаки направление объезда препятствия куда можно ехать для людей которые едут по своему одностороннему движению и случайно будет появляться встречка да у них там я помню знак висит 40 или 30 ограничения скорости потом поставили ограждение по центру их направили только на половинку знак потом повесили знак ремонт дороги потом повесили знак сужения дороги по-моему вот такой кучи знаков по-моему нету но скажу посмотрю специально все ну это я говорю для тех кто едет срагане а нет для тех кто едет срагане да вот у них там ограничения сразу их по скорости ограничили сразу показали сужение дороги ну пошел было широко станет уже логично логично ну вначале идет конечно ограничение по скорости потом выставили причину почему ограничение это ремонт дороги ну да вот у нас присутствуют такие знаки так Калина скажите есть у нас у кого может какие-то вопросики появились а как быть с буквой у на заднем стекле на автомагистрали буква у на заднем стекле и автомагистраль это по правилам дорожного движения вещи несовместимые или автомагистраль или буквочка у все других вопросов нет запомнили да буквочка у это автомобиль специально подготовленный для обучения учеников если ваш автомобиль не соответствует этому можно так же сделать надпись за детрактор штрафа нет но будет не соответствовать так смотрим еще ожидаем от вас еще какие-то давайте интересные вопросы может у кого-то есть может у кого-то интересные интересные вопросы смотрю на чат вот сюда вот тут у меня в стороне чат понимательно пытаюсь но ничего не все смотрите есть и ничего нету все давайте тогда на сегодня заканчивать не будем мешать стройке дальше продолжать работать своими занятиями пускай уже спокойненько себе гремят чтобы нам не мешали ой чтобы мы им не мешали все на сегодня все до свидания всем